приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео поговорим о народных приметах на 20 июня 2022 года поговорим о том что можно делать в этот день по народному календарю что ни в коем случае нельзя сделать и на какие моменты обязательно стоит обратить внимание чтобы этот день прошел у вас удачно и благополучно как 20 июня православная церковь вспоминает мученика феодота анкирского покровителя урожая проживал святой феодот в галатийской области это малая азия в прекрасном городе анкира примерно в третьем веке его проникновение познания христианства началось его работы у него был постоялый двор где он торговал крепкими алкогольными напитками собиралась куча людей среди которых были как иудеи так и язычники и после множества мнений и по вид повестей он проникся христианскими учениями и спустя время вел кропотливую работу и начал проводить проповеди где он слышал как раскаивались люди и становились на путь истинный за что бог и наградил феодота даром исцеления период безжалостных гонений христиан его родном городе анкира люди бежали и прятались кто куда те кто не мог этого сделать святой мученик феодот прятал у себя он оберегал людей кормил поил и поддерживал их веру и дух но спустя время жестокий язычник феотекан приказал найти феодота и расправиться с ним за его добрые деяния все названия этого дня связаны конкретно со святым мучеником феодотом наши предки называли этот день день федота федота в день федот или федот урожайник все любили почитали и богословляли феодота ему молились и просили уберечь людей от несчастье и дать им добрый урожай люди говорили что этот день очень сильно влиял на объем выросшей ржи и говорили что святой федот тепло дает рожь золото ведет помимо молитвы наши предки пытались прогнозировать то что будет ближайшим летом ходили разговоры что если феодот сегодня пошлет дождь то и урожай будет плачевный а если было солнце и птицы пели голосисто то за урожай можно было не переживать пчелы на стенках улья сидят а это говорилось о том что ожидается жара в ближайшее время гром был плохой приметой и сулил на долгое ненастья погода плохая продлится тогда не менее трех дней а вот если гром переходит с области в область и он слышится в разных сторонах то возможен ближайшее время град с дальнейшим похолоданием чем мельче были капельки дождя тем протяжнее он будет считали люди в те времена ни в коем случае в этот день нельзя было бежать деревья все они без исключения должны быть политы покрашены и взрыхлена земля возле них этим занимались ранее к сегодняшнему дню приводили до нужной красоты особенно ценились такие деревья у наших предков как рябина и его береза и и яблоня именно 20 июня заготавливали березовые веники чтобы в дальнейшем использовать их для бани люди считали что в этот день травы обладали куда большей силы чем обычно растение удивляли своими целебными свойствами и были на слуху было еще и другое прозвище у святого это страж согласно поверью федот не дает сегодня сильно шалить русалкам водоемах он оберегал людей и отводил их от беды и любого негатива именно сегодняшнего дня начиналась традиция благодаря феодоту народ массово начинал ходить на водоем и такая традиция служила для купания и веселья но прежде чем зайти в воду стоило обязательно помолиться про себя феодоту и перекреститься три раза с давнего времени считалось что водяные русалки могут с легкостью и некой хитростью потянуть и затянуть человека полностью под воду федот ходит по берегам на водоемов с большим и устрашающим серпом в руках и пугает все то зло которое хочет навредить людям федот по легендам обрезал русалкам их длинные и вьющиеся волосы такими действиями он лишал и кто не виден на невиданной силы которые боялись люди в сегодняшний день сегодня нельзя было резать работать лопатой и косой стрижься нельзя было сажать растение и рубить или пилить деревья в общем работать острыми предметами в этот день было категорически запрещено святой феодот считал что острыми предметами в этот день может только он управлять и только в благих целях а людям запрещал но только в целях безопасности домашнюю работу как ни странно тоже запрещали выполнять стирать резать шить и убирать конечно было все это под запретом тяжелый физический труд был запрещен строго-настрого в этот день люди говорили о том что лучше сегодня отдохнуть перевести дух и пойти лучше на ставок и облиться прохладненькой водичкой люди не теряли сегодня время они старались ходить в церковь чтобы помолиться за здоровье и ближайший урожай также предки любили собраться семьей за столом увидится и не спеша посидеть в кругу близких могли поговорить как о насущном такие о положительных моментах о своих победах и достижениях также не разрешалось в этот день злиться ругаться испытывать негатив и злость поэтому старайтесь в этот день 20 июня не допускать какой-либо негатив отгораживать от себя подобного рода мысли и все действия под запретом было на 9 надевать на себя и серебряные вещи так как они могли забрать в этот день всю вашу энергию поэтому лучшим выбором из украшением было золото или серебро поскольку эти металлы могли в себя убирать положительные качества и наделяли человека большим иммунитетом здоровьем и удачей на целый год этого старались выйти на яркий свет солнца только тогда у металла раскрывалась его сила и он мог поделиться с вами тем чем он был заряжен прежде рыбакам сегодня нельзя было забирать первую добычу себе ее выпускали обратно жертву водяному или русалкам для того чтобы в дальнейшем был хороший клев день ангела сегодня отмечают александр анна афанасий борис и максим мария николай петр степан тарас федор поэтому обязательно уделите минутку сегодня этим людям и поздравьте их добрым словом также обращаем ваше внимание что 20 июня берет начало многодневный петров и апостольский пост который продолжится он для у нас с вами до 11 июля включительно первого верховные апостолы петр и павел держали пост при подготовке к евангельской проповеди именно в их память и назван и соблюдается церковный пост и вот именно что очень важно во время поста стоит воздержаться от поедания мяса молоко яиц также во время поста нельзя бились веселиться бывать на культурно-массовых мероприятия а также звать гостей и отмечать громкие праздники и банкеты дни рождения лучше встретить в тихой обстановке с постными блюдами на столе и молитве запрещается держать голове дурные мысли выходить из себя поддаваться ненависти задевать людей недобрым словом сплетничать не прощать те кто просит об этом от того кого вы на дух не переносите и не можете справиться с вашими эмоциями лучше держаться на расстоянии на чей шанс податься искушению и нагрубить на пустом месте уберите сегодня от себя все раздражительные факторы чтобы не взять грех на душу также обращаем ваше внимание нельзя занимать деньги что мы чтобы самому не оказаться в бедном положении однако из-за того что во время церковного поста не стоит отказываться помогать и если человек нуждается в некрупной сумме можно принести жертву свои накопления ничего не прося взамен помните добро обязательно к вам вернется не реку я не рекомендуется рукодельничать плести и так далее по обычаю таким образом вы зашиваете или завяжите узлом все хорошее в своей жизни также обращаем ваше внимание что 20 июня не следовало делиться с окружающими планами на будущее в противном случае все это не имело шансов сбыться также обращаем ваше внимание в этот день девушкам нельзя ходить с распущенными волосами их нужно собрать в прическу в противном случае вскоре можно лишиться шевелюры и обращаем ваше внимание сны в эту ночь и могут быть неприятными и в какой-то степени даже страшными но переживать не стоит просто ваше сознание пытается очиститься от негатива ну а чтобы не вызвать неприятности лучше было 20 июня благодарить судьбу за все что есть вашей жизни даже препятствия нужно воспринимать как возможность развить терпение и научиться искать выходы в сложных ситуациях поэтому постарайтесь в этот день все-таки искать радость мелочах и их станет обязательно больше далее друзья у нас с вами лунный календарь на 20 июня по лунному календарю нас с вами ожидают 21 и 22 лунные сутки убывающая луна в знаке зодиака рыбы обращаем ваше внимание что сейчас пришло время активности неукротимого движения вперед сегодня день проявления храбрости бесстрашие добровольной жертве а также отказа от собственности какой-то степени это день революционных перестроек упорство в достижении цели а также умение добиться триумфа также обращаем ваше внимание что 20 июня это один из тех немногих дней когда можно и даже нужно прервать свое одиночество потому что это день самого активного и полезного общения которая поможет понять вам многие вещи и раскроет перед вами новые горизонты для деятельности на работе большую пользу принесет командный дух когда множество людей должны сплотиться ради одной цели и вы знаете результат произойдет все ожидания что же касательно стрижки то стрижка в этот день приветствуется и таким образом вы произведете изменения в образе поэтому сходите все-таки салон красоты или парикмахерскую вы сможете подстричься сделать новую прическу или просто подровнять секущиеся кончики у вас обязательно все получится даже незначительные изменения заметно дополнит ваш образ не возбраняется сегодня и наращивать волосы так вы улучшите кровообращение и питание волосяных луковиц если вы достаточно смелый то он нарастите несколько цветных прядей это сделает вас моложе глазах супруга и ваших коллег косметические процедуры произведут сильно оздоровительный эффект и это значительно улучшит вид волос улучшает состояние вы сделаете заметный вклад в свою карму здоровье улучшится деньги будут оставаться всегда при вас а мужчины будут ценить и любить но все же постарайтесь уделить время сегодня друзьям все-таки их это день что же касательно окраски волос то окраска натуральными красителями в светлые тона поможет привлечь к вам хороших и искренних людей в прическу вы можете добавить например некоторые аксессуары металлические шпильки или заколки вот друзья у нас с вами вот такой вот день 20 июня 2022 года по народному календарю и по лунному календарю с вами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья обязательно подписывайтесь обязательно заходите на наш канал у нас на канале очень много полезной и важной и нужной и интересной информации ставьте лайк заходите наш телеграм-канал ссылка на телеграм-канал в описании к этому видео а прямо сейчас на экране видите два прямоугольника это следующие рекомендованные видео для вас нажимать это видео который вам на интуитивном уровне понравилось и смотрите там много для вас полезной информации всех вам благ услышимся уже следующем видео